Киловаттный источник бесперебойного питания с еврорезетками и информативным дисплеем. В этом видео рассмотрим E-PON Innova G2 Euro1000. Он комплектуется сетевым кабелем питания, кабелями USB и RS-232 для подключения к компьютеру, диском с фирменным программным обеспечением и документацией. Начнем с дизайна. E-BP выполнен в металлическом корпусе размерами 15х23х36 см и весит чуть более 9 кг. Дизайн классический, черного цвета. Спереди вентиляционная решетка, 4 кнопки управления и небольшой дисплей с подсветкой, на который выводится информация о нагрузке, заряде, входное и выходное напряжение и другая полезная информация. Больше информации о работе E-BP можно получить в фирменном программном обеспечении, если подключить устройство к компьютеру. На заднюю панель корпуса выведена входная розетка стандарта IEC320C14, три выходные евророзетки, порты RS-232 и USB, колодка интерфейса EPO и вентилятор охлаждения. Также E-BP имеет интеллектуальный слот, в который можно установить карточку сетевого мониторинга. По умолчанию слот прикрыт заглушкой. Теперь о начинке. Данная модель относится к классу онлайн E-BP, поэтому имеет чистую синусоиду на выходе, что позволяет питать чувствительные к входному сигналу оборудования, например, насосы. Выходное напряжение настраивается пользователем, а допустимый диапазон входного напряжения составляет от 113 до 300 Вольт, при условии, что нагрузка не превышает 50% от максимально допустимой. Если нагрузка выше, то минимальное входное напряжение для работы от сети составляет уже 176 Вольт. Допустимая входная частота от 45 до 66 Герц. Максимально допустимая нагрузка составляет 1000 Вольт Ампер полной мощности, либо 900 Ватт активной мощности. В данном E-BP установлена сборка из двух аккумуляторов формата 12 Вольт на 9 Ампер часов, которая обеспечивает время автономной работы при полной нагрузке около 4 минут. Если нагрузка составляет 30% от максимально допустимой, время автономной работы составит около 18 минут, а время заряда после полного разряда аккумуляторов составляет 4 часа до 90% емкости.